приветствую дорогие друзья сегодня мы разберем такой вопрос кто такие арийцы как они выглядят и почему немцы пытались сделать их своими предками а если быть еще точнее почему нацисты отказали славянам в арийском происхождении истинный арийц это характер нордический выдержанный эти стереотипные слова мы знаем с детства из характеристики персонажей 17 мгновений весны а что вообще значат эти термины ариями называли себя древние индийцы и иранцы в первом тысячелетии до нашей эры эти имена звучат в их священных книгах веды и авеста сохранились до сих пор в названиях стран иран ариана и индийского штата харьяна тоже ариана до начала девятнадцатого века когда европейские исследователи впервые познакомились с санскритом и языком авесты они не предполагали что практически все европейские народы родственны не только между собой но также с персами и индусами лингвистические исследования убедили ученых уже в середине девятнадцатого века что существует обширная семья индоевропейских народов происходящее от одного корня собственно это только сейчас ее называют индоевропейской а в 19 веке ее называли в том числе русской научной литературе индо германской и неспроста огромный вклад в изучение языков этой семьи внесла именно немецкая лингвистика называли они ее и арийской а все принадлежащие к ней народы арийцами все включая и славян и так до середины двадцатого века термин арийский и индо германский были тождественны термину индоевропейский причем первый употреблялся чаще всего второй реже а третий наиболее редкий но после второй мировой войны когда нацисты вели деление народов на арийский и не арийский не по языку а по одним им ведомым расовым критерием арийцами в научной литературе стали называться только народы индоиранской группы арийцев в узком смысле этого слова и так славяне и германцы а также кельты греки романские народы и вообще все в европе кроме турок венгров семитов и финнов считались до двадцатого века арийцами в широком смысле этого слова на юге турки на западе немцы и душат россии вот уже сколько стали лингвистические исследования выяснили особенно тесную близость славянских и германских народов считается что когда из древнеарийской общности уже выделилось большинство других народов будущие германцы славяне и балты еще представляли собой один народ они говорили на одном языке археологи приурочивают славяно-германское единство культуре боевых топоров или шнуровой керамики существующей на обширных пространствах от рейна до верхней волги до большей части третьего или в начале второго тысячелетия до нашей эры локальным вариантом этой культуры является фатьяновская археологическая культура центральной россии среди этой культуры жили предки славян и германцев в середине первого тысячелетия до нашей эры германская языковая общность обособилась от балтославянской а на рубеже нашей эры разделились балты и славяне а былом единстве свидетельствует немало однокоренных германских и славянских слов и так у всех народов индоевропейской семьи были общие предки а у славян и германцев общие предки сохранились весьма позднее историческое время когда на юге европы уже складывались цивилизации древней греции и италии но в 1930 годы нацисты переврали все научные термины слова марийцы они обозначили те народы которые по их мнению были достойны того чтобы стать союзниками немцев эта классификация носила уже не лингвистический и даже не расово-антропологический а чисто политический характер так арицами нацисты объявили не только германские романские и кельские народы но и финно-унгорские народы финнов эстонцев венгров более того когда вермахт оккупировал часть советского союза то арицами были объявлены крымские татары калмыки и чеченцы в то же время русским кроме казаков белорусам украинцам полякам борискости было отказано хотя у союзной германии хорватов словаков и болгар с этим не было никаких проблем и наконец самым трагически курьезным наверное было причисление арийских по языку цыган к таким не арийским которые в третьем рейхе вообще подлежали истреблению политическое изнасилование термина арийские нацистами привело к тому что после второй мировой войны арийскую семью официально во всем мире переименовали в индоевропейскую